Всем привет, дорогие зрители моего канала, и вы на канале Юмка. Сегодня я озвучиваю сериал «Маленькая звездочка» из другого мира. А ты, при начале данного видеоролика, подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Ну а мы начинаем. Мам, а звезды когда-нибудь упадут на Землю? Разве что во снах. Вот бы достать хотя бы до одной. Тебе когда-нибудь снились сны про них? Да, один раз. Я видел их вблизи. Они были похожи на нас, но отличались тем, что у них вместо сердца было звезд. Звезды, звезды. Ладно. У первой звезда была самая большая. У второй средняя. А у третьего самая маленькая. Я не видел их лиц, но видел их силуэты. Мам, а мой сон может что-то означать? Я уже давно не видела сны, поэтому не знаю. Извини. Не волнуйся, я просто спросил. Я побуду здесь еще несколько минут. Хорошо, только не задерживайся. Харука, просыпайся. Завтра готов. Мам, еще пять минут, дай поспать. Ты опоздаешь? В школу. Ну, как хочешь, только потом не говори, что у тебя плохие оценки. Сегодня воскресенье? Нет, вообще-то понедельник. Блин, почему ты раньше меня не разбудила? Ты же знаешь, что я очень долго собираюсь. О, Харука, ты... Мам, ты не видела мой портфель? Где моя ручка? Куда подевалась моя любимая книга? Где? Твой портфель лежит около двери. Я уже все в него положила. И да, прости, что заморозила. Извини, что себя так вела. Я просто очень сильно перенервничала. Но впереди, пожалуйста, больше не замораживай меня. Хорошо, я постараюсь больше так не делать. Без твоего разрешения. Ну все, возьми портфель и иди к небесному автобусу. Хорошо, мам. Ты самая лучшая на свете. Ладно, я побежала. Хорошего тебе дня. Скоро небесный автобус должен появиться. Судя по небольшому туману, он сейчас появится. Харука, садись ко мне. Ты сегодня не в настроении? Что-то случилось? Ничего такого. Просто я случайно перепутала понедельник с воскресеньем. И я не выучила историю о земле. Так как планировала выучить воскресенье, а сегодня понедельник. Серьезно, ты же круглая отличница. Я уверена, что тебя простят. Не думаю. Если ты не забыла, то этот урок раз в месяц. Учелка каждого урока ставит оценки всему классу. А, ну да точно. Значит тебе хана. Хотя бы поддержала. А ты... Чё ржёшь? Во-первых, я не ржу. Ага, конечно. Тогда чё улыбишься? Мне просто стало забавно, что наша миссия не знайка. Но это за такую ерунду. Во-первых, то, что я хорошо учусь, не значит, что я всезнайка. Во-вторых, этот предмет также очень важен, как и остальные. Фух, зачем? Земляне или как там их люди даже не знают о нашем существовании. Так почему мы должны о них всё знать? Слушай, я заметила, что ты не надел заколку. И что? Но ведь это символ школы. Я в курсе, мне просто не нравится эта заколка звезды. Она для девчонок. А тебе это что? А я слышала, что в этом году тот, кто не надевает символ школы, потом исключат. Что? Откуда я должен верить в тебе? По новым правилам. Ты что, не читал? С-серьёзно? Не, ну лучше я надену эту чёртовую штуку. Мало ли, из-за такой фигни меня исключат. Облака остановились. Значит, мы уже прибыли. Ну что, готовы к смерти? Конечно, сейчас начнётся звёздочный арт. После двух уроков. Видишь, я говорила, что тебя простят. Ты сказала, что мне хана, и я получила двойку карандашом. Это считается? Ой, да ну тебя, с тобой не весело. Оставьте меня в покое, что я вам сделал. Пошли посмотрим, что там творится. Ну окей. Если это опять те двое, то им не жить. Я так и знала, что это опять вы. Эй, Ванесса, хочешь с нами повеселиться? Ой, он такой слабак, что не может сам за себя постоять. А вы в курсе, что убежать слабых нельзя? О, Харука, ты уже приняла моё предложение стать моей девушкой? Я тебе с самого начала говорила, что не стану твоей девушкой. Знаешь, сегодня ты много чего потеряла. Ты хоть знаешь, что я могу сделать с тобой? Эй, ты куда? Лучше бы этого не говорил. Ну, ты очень сильно влип. Я вижу, ты забыл, что я сильнее тебя. Но ничего. Слушай меня внимательно, если ты сейчас же не уберёшься отсюда. То ты умрёшь прямо здесь и сейчас. Понял? Да, я всё понял. Я не слишком перестаралась с угрозами. Немного. Ты чего? Я просто хочу помочь тебе. Ты не будешь меня бить? Конечно нет, я не такая, как они. Спасибо большое за вашу помощь. Я заметила, что у тебя серая заколка, значит у тебя маленькая звезда. Сердце. Ну да. Я буквально только что заметила, что у тебя тёмная заколка. Это означает, что у тебя большая звезда. Наверное, это очень популярно в этой школе. Тебе лучше не общаться с таким, как я. Не говори чепухи! И что, что у меня большая звезда? Хоть и меня знает каждый в этой школе. Но я дружу только с моей лучшей подругой Ванессой. Я вижу, что у тебя достаточно низкая самооценка. Но ты очень хороший. Я сразу по тебе это вижу. Хочешь быть нашим другом? Мне никто ещё так не говорил. Если вы не против, то да. Обнимашки! Харука Чен, зайдите в кабине директора. Что директору от меня нужно? Я вроде ничего плохого не делала. Мне кажется, что это они пожаловались директору. Ну и инетики испугались девчонки. Чтобы это не было, мне нужно идти. Увидимся позже. Получается, мы остались наедине? И на что ты намекаешь? Идём жрать! Я пришла. Что вы хотели? Ты как раз в умрюме. Я бы хотела с тобой обсудить. Если бы по поводу недавнего инцидента, то я правда не хотела ничего плохого. Они сами начали нарываться. Если честно, я не понимаю, о чём это вы. Стоп. То есть они не жаловались? Да я так. Просто у меня плохое настроение. И я кое-что не очень хорошо вспомнила. Да? Хм. Ладно. У меня сейчас не очень много времени. Следуй за мной. Фух. Пронесло. Ну, мы смотрим на стену. И что теперь? Идём в тутырь. Знаю, у тебя есть вопросы. Я постараюсь ответить на них по дороге. Тут очень темно. И вокруг паутина. И здесь вообще кто-нибудь убирает? Ладно. Это глупый вопрос. Но всё-таки куда мы идём? Туда, где ты не подозреваешь, какую ценность имеет то место. Я ничего не поняла. Ну, допустим. Мы уже почти пришли. Этот коридор не очень длинный. Это же портал в мир человечества. Я не думала, что есть второй портал. Да ещё и под школой. Ты первая, кому я показала его. Стоп. Если я первая, то вы просто привели меня сюда гласить на портал? Да, это так. Это касается не очень хорошей новости, что случилось недавно. Дело в том, что рай звёзд гаснет. Что? Но если это так, то наш мир исчезнет. Вот почему ты здесь. Тебе лишь по силам спасти нас. Но почему именно я? В твоём теле очень много магии. Я ещё никогда не видела такой огромной силы, как у тебя. Ты единственная, кто может спасти наш мир. Но я не хочу оставлять моих друзей и родных. Они ведь могут искать меня. Я позабочусь о том, чтобы никто не узнал о твоём исчезновении. Но почему я должна идти туда? Земля ведь нам не поможет. Нет, рай звёзд может спасти один человек. Тебе нужно будет найти человека, с которого наши глаза. Вернее... Вернее, один его глаз будет менять зрачок звезды, точно так же, как и у нас. Как ты поймёшь, кто тебе нужен? Когда ты войдёшь в портал, ты по желанию сможешь его открывать. Когда найдёшь того человека, уговори его пойти с тобой в наш мир. Далее, дело за мной. Надеюсь, ты всё поняла. Когда ты будешь на земле, с помощью магии я передам тебе вещи, которые помогут в поисках. Я готова. Хорошо, желаю удачи. Она мне не понадобится. Я здесь. Что ж, моё приключение началось. Значит, это всё от директора. Интересно, а что там написано? Привет, Харука. Эту гнику я написал для тебя. Если ты это читаешь, то ты согласилась попасть на землю? И наверняка ты под вопросом, что тебе делать дальше, не так ли? Что ж, не буду тянуть кота за хвост, просто следуй моим указаниям. Для начала ты должна ходить в школу для людей. В рюкзаке уже есть документы, которые тебе помогут поступить в школу. Пипец, к такому меня жизнь не готовила. Ладненько, посмотрим, что там ещё есть. Это ещё что такое? Может, в книге есть объяснение? Если ты найдёшь зелёные бумажки, то это деньги. С помощью них ты сможешь покупать, что захочешь. Серьёзно? Изначально я думала, это трава. Теперь я убедила, что это не трава. Ладно, позже разберусь, что мне купить. Для начала спрошу у прохожих, где здесь ближайшая школа. Извини, я такой растяпа. Почему я так засмущалась перед этим мальчиком? Ты в порядке? Эй! Эй, ты в порядке? Да, в полном. Извини, мне пора бежать. Она странная. Блин, как же неловко вышло. Чёрт, нужно было спросить, где школа. Стоп, у меня не мерещится в глазах. Ура, я нашла школу! Ага. Да, я тоже сперва не поверила. Нет, я сейчас... Девушка, простите, вы не знаете, где здесь кабинет директора? Я тебе позже перезвоню. Иди прямо по коридору. Слева будет кабинет. Простите, это вы директор? Ну и напугала же ты меня. Да, это я. Можно я буду учиться в вашей школе? А почему ты хочешь перевестись к нам? Ну, в прошлой школе у меня возникли некоторые трудности. Хорошо, но сперва покажи мне свои документы. Сейчас. Вот, держите. Ничего себе, одни пятёрки. Ни одной четвёрки. Наконец-то у меня в школе будет примерная ученица. Но сперва ты должна заполнить все эти бумаги. Спустя долгое время вечером. Как же я устала. Ааа, глаза болят. Что это было? Почему мои глаза поменялись? Что за... Почему мой человеческий облик исчезает? Ну уж нет. Если я буду продолжать его так просто стоять, то я точно превращусь полностью. Нужно хотя бы попытаться прикрыть глаза. Так, хотя бы глаз не видно. Что мне теперь делать? Точно. В мире людей. Ведь они должны быть отелей, верно? Нужно попытаться найти один. Наверное, это он. Хоть бы это так, хоть бы это так. Здравствуйте. Я весьма удивлена, что в такой поздний час к нам пришел посетитель. Хотите заказать номер в нашем уютном отеле? Да, и как можно скорее. Что ж, вы возьмете. Мне подойдет любой номер. Эм, ну ладно. Как насчет комнаты на третьем этаже, пятый номер? Мне подойдет любой, я же сказала. Хорошо, я сейчас дам вам ключ. Нашла. Вот, держите. Я тут заметила, разве ваша заколка не была другой формы и цвета? Нет, что вы, вам показалось. Я, пожалуй, пойду. Простите за грубость, но вы сначала должны заплатить. Я сделаю это утром. Спокойной ночи. Успела. Странно, но как я могла стать собой в этом мире? Точно, если я в своем облике, то, возможно, я могу колдовать. Получилось. Сейчас посмотрим, почему я превратилась в себя. Спустя 10 минут. Здесь ничего не написано об этом. Возможно, директор сама ничего не знает. Хм. Если я прибыла сюда утром в облике человека, а вечером стала собой, то, возможно, на утро я снова стану человеком. Ну, в принципе, логично. Я могу попытаться за это время найти этого человека с помощью магии. Больше не могу. В этом мире моя магия не очень сильная. Но хотя бы мне теперь известно, что у такого человека есть шрам на лице. Это уже плюс. Ладно, пойду спать. Завтра мне в школу. Я дома. А родители опять всю ночь на работе. Мяу. И сейчас я тебя покормлю. Подожди немного. Блин, глаз опять болит. Двадцать минут спустя. Нет, нет, нет. Первый день в школе, и я уже опаздываю. Извините. Так, ты тоже растепа? Что? Нет. И почему наши встречи происходят вот так? А я откуда знаю? И вообще, из-за тебя все мои бумаги упали. Ну, извини. Да ничего, это всего лишь пустые листы. И для чего они тебе нужны? У меня проект с биологией. Но ты не бери в голову, тебе этого не надо. Ладно, мне уже пора, еще увидимся. Хотя бы скажи, как тебя зовут? Я Алан. А я Харука. Надеюсь, он услышал. Да что со мной не так? Спустя десять минут. Спорят. Почему вы спорили? Мелочи, не переживай. У моей подруги просто такой характер. Кстати, я тебя не знаю, раз уж ты подошла ко мне. Нет, мы друг друга не знаем. Ты просто помогла мне найти нужный кабинет. И я решила поинтересоваться, что случилось. А, ты та новенькая. Приятно познакомиться. Я Света. Взаимно. Я Харука. Ладно, пошли. Осталось пять минут до начала занятий. После уроков. Света, прости меня, пожалуйста. В качестве применения я купила нам по-мороженому. Ты что-то слышала? Наверное, это идет моя подруга. Ей лучше не видеть нас вместе, потому что это очень ревнует, когда видит меня с другими. Ладно, тогда пока. Запомни, Света лишь моя подруга. И чтобы ты хорошо это запомнила, получай. Ты что делаешь, Саша? Братик, но... Она тебя сильно ударила? Немного. Это еще не конец. И не позволю забрать мне брата. Саша. Саша. Продолжение следует... 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 Очнись... Продолжение следует... 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 Мне долго ждать ответ? А я откуда знаю? Я тебя нашёл, когда ты была без сознания. Получается, ты следила за мной? Да не, с чего ты решил? У тебя всё на лице написано, ну и догадаться было несложно. Ладно, ты меня раскусил. Я просто... Скажу прямо, у тебя есть что-то с той Хару? С чего ты решила? Мы ведь едва знакомы. Правда? Да, я ей просто помог. Ну тогда я спокойна. И прости меня за мои слова. А ты прости за то, что я был груб с тобой. Давай больше не будем ссориться. Я за. Кстати, я люблю тебя. Я имею в виду как брата. Синца, семейное дело. Ну раз так, я тоже люблю тебя, как сестру. Давай пойдём домой? Хорошо. Он был здесь. И не успела. Ну что ж, может в следующий раз повезёт. На следующий день. Доброе утро, братик. Доброе утро. А зачем ты надела такую же повязку, как у меня? А ты заметил? Раз уж мы сегодня идём вместе в школу, то я решила быть немножко похожа на тебя, поэтому надела эту повязку. Если честно, она мне очень сильно нравится. Ну, тогда ладно. Пошли и не отставай. В школе. Сегодня было весело. Ага. Харуга, подожди. А как же я? Мне нужно у неё кое-что спросить. Подожди немного. О чём ты хотел поговорить? Вчера вечером, когда я пошёл прогуляться, я увидел тебя. Твои глаза как будто изменились. Тебе всего лишь могло показаться. Ночь ведь была на улице. Мне этого не могло показаться. И почему же ты в этом так уверен? Потому что твои глаза были похожи на Ма. Аллан, иди сюда. Поговорим как-нибудь потом. Посмотри, какая красивая. Давай возьмём её. Эм, ну... Я не советую вам её брать. Тебе никто не спрашивал. Я просто вас предупредила. Как же она достала? Ну так что? Ладно, но отвечать за неё будешь ты. Дома. Какая же ты милая. Ладненько, уже пора спать. Спокойной ночи, Пуся. Проснись и пой, милая. Проснись и пой, милая. Да заткнись ты уже. Ты прекрасно понимаешь, кто я. И кто же ты? Маньяк, который убьёт меня? Не прикидывайся, дурой. Ты точно одна из них. Из кого? Клана звёзд. Кто такой клан звёзд? Должна признать, ты профессиональная актриса. Но меня так просто не провести. Твой брат точно из клана звёзд, а значит, и ты тоже. Мой брат? Получается, это всего лишь его грёбанная шутка? Нанял какую-то девку, которая нацепила на себя хвост и уши и несёт какую-то чушь. Да ещё и не даёт мне спать. Боже, ребят, прекратите весь этот цирк. Мне и так всё уже прекрасно ясно. И сними уже этот костюм, он меня бесит. Ха-ха-ха, а знаешь, я тебе уже почти поверила. Ты нарываешься? Ах, ну давай же покажи мне свою силу. С радостью. Что? Но как? Теперь моя очередь. Я тебе верю, только, пожалуйста, не убивай меня. Ну так, используй магию. Люди не могут колдовать. Но ты не человек. Я человек. Тогда докажи мне и сними повязку. Ура, меня не убили. Не может быть. Я не могла ошибиться. Ты действительно человек, но люди не должны знать о нас. В таком случае... Прости меня, пожалуйста. За что? За это. И теперь ты моя слуга. Я, конечно, могла тебе стереть памяти обо мне, но твой брат и 100% один из них. Я не могла упустить такой шанс. И первое твое задание, это убить ту девчонку из клона звезд. Да, госпожа. На следующий день после школы. Придется делать все самой. Зачем ты пытаешься убить меня? Потому что я из клана Погашенных. В мире Харуки существует несколько правил, которые нельзя нарушать. Если их нарушают, то ты попадаешь в клан Погашенных. Чтобы вернуться назад в клан звезд, твоя звезда должна снова светить. Это можно сделать несколькими способами. Убить члена клана звезд и забрать его звезду себе. Или же умереть и переродиться. Но ты забудешь о своей прошлой жизни. Некоторые из клана Погашенных могут превращаться в животных. К сожалению, ты не можешь вернуться назад. Почему? Потому что рай звезд гаснет. Ты врешь. Тогда как бы я, по-твоему, здесь оказалась? Получается, ты здесь, чтобы предотвратить катастрофу? Верно. Но что для этого нужно? Ахахаха. Ты до сих пор не знаешь, кто это? Ну и кто? Твой дружок. Алан. Почему у меня в руках нож? Ты чего стоишь и почему у тебя нож? Если честно, я сама не знаю. Я ничего не помню за сегодняшний день. Странно. А что сегодня было? Ничего особого. Ты просто весь день какая-то странная была. Даже не разговаривала со мной. А это все, что я могу сказать. В мыслях. Какой-то он не особо на разговорчивый. Я больше не могу это терпеть. С каждым днем мой шрам все сильнее болит. Да еще и глаз как будто разрывается на части, когда я использую эту странную силу. Скажите мне, почему я должен терпеть такие адские боли каждый день? С кем я разговариваю? Тут даже никого нет. Я всегда справлялся с трудностями один. Тут уж ничего не поделаешь. Довольно забавно. Сейчас я должен рыдать, но мне весело. Наверное, я уже похож на какого-то паранойка. Лишь ты не даешь мне сойти с ума. Надеюсь, сегодня ты снова мне приснишься. С того момента, когда я впервые встретил ту девушку, ты мне стала все чаще сниться. Я не могу понять причину. Хотя от этого мне даже лучше. Я всегда знал, что отличаюсь от других. Мне сейчас терзает одна мысль. Вот тот вечер на прогулке я увидел Харуку, и ее глаза были точно такими же, как и у тебя, и у меня. Мне этого точно не могло привидеться. Такие же глаза. Мы даже чем-то... Вы даже чем-то похожи. Может ли вы быть одной и той же личностью? Ну и зачем ты меня позвала? Ах да, прости, я забыла, что ты тут стоишь. Тебе не кажется, что что-то случилось с Хару? Ну, директор ведь сказал, что она... Мне плевать, что сказала директор. Я ей не доверяю. И она сказала, что Хару едет сдавать какие-то... Да, очень важные тесты. Но не на полмесяца. Даже ее мама ничего не знает об этом. Я носом чую, что здесь что-то неладное. Я уже понял твои намеки, что ты хочешь, чтобы я пошел с тобой. Да. Ну что ж, пошли. Если она не скажет нам правду, я ее заставлю. Больно представить. Вас не учили, что сперва нужно стучать. Перейдем сразу к делу. Где моя подруга? Я же вам уже сказала, что она... Не ври мне! Этого не может быть! Пустым... Пустыми угрозами вы ничего не добьетесь. Не получилось. Ну ничего, переходим к плану Б. Рей, подойди сюда. Ну а теперь... Целуйтесь! Хорошо, я скажу тебе правду, только убери его от меня. Так бы и сразу. Целуйтесь. И если я не расскажу тебе сейчас, то ты по-любому от меня не отстанешь и придумаешь чего-то похуже. То, что вы сейчас услышите, вы никому не должны рассказывать, обещаете? Обещаем! Она... В мире людей. Что? Ну почему она там? На это были причины. Какие еще причины? Я не уйду, пока не узнаю. Раз вы уж так хотите знать. Где портал? Зачем вам это знать? Если вы хотите помочь Харуке, то в этом нет понадобности. Вы мои друзья, и мы не можем вот так сидеть сложа руки. Я не собираюсь показывать вам портал. А кто сказал, что мы просим? Сколько у нас есть время? За это не переживай, она будет в таком состоянии, сколько я захочу. Хорошо, тогда нам нужно быстрее найти портал. Тогда они сумели найти портал. Что-то я не очень хочу туда идти. Если Харука прошла через портал, значит и мы можем. Раз ты в этом так уверена, тогда ладно. Не переживай, все будет хорошо. Ну так что? Ты готов? Да. Три, два, один, погнали! И что же мы будем делать дальше? Я считаю, если мы оказались в этом месте и перевоплотились в человеческую форму, то, наверное, с Харукой случилось то же самое. Значит, она не могла дойти от этого места очень далеко. А ты крепкий орешек. Я бы ни за что не догадался. Куда сперва нам пойти? Я считаю, что нам нужно... Может, нам спросить у этого человека, не видел ли он девушку, похожую на Хару? Ну, хорошо. Что вам нужно? Я с моей подругой хотели бы кое-что у вас спросить, а это не займет много времени. Вы видели девушку с белыми волосами, которую зовут Хару? С белыми волосами нет. Но с темно-белыми да. А вы знаете, где она? Она сейчас в школе. Поверните налево и немного пройдитесь. Спасибо. Харука! Ты знаешь меня? Ванесса? Но как ты здесь оказалась? Помнишь меня? Рэй? Ну, почему вы здесь? Друзья друг друга не бросают. Мы готовы тебе помочь. Ты уже нашла того человека? Да. Отлично. Что нам делать? Ничего. Для начала мы просто будем за ним наблюдать. Ближе к вечеру. Вы остаетесь на страже. Я скучал по тебе, мама. Ты умерла 12 лет назад, как мне было пять. Извини, что так давно не навещал тебя. Столь! Что тебе нужно от меня? Ты ведь следила за мной. Мне нужен ты. Предполагаю, ты хочешь узнать, кто я? Ты со мной уже давным-давно знаком. Угадаешь мое имя? Первая буква Х. Х. Хару? Верно. Извини, что пришла не в свое мое лучшее время. Я тебе все объясню, только... Объясню, только сперва мне нужно кое в чем убедиться. Но для этого ты должен снять повязку. Ну и что теперь? Открой глаз. Значит, она мне не врала, и ты действительно тот, кого искала. Можно поподробней? Сейчас я все тебе расскажу. После долгого рассказа и объяснений. Получается, я ваша последняя надежда? Угу. Ты же пойдешь с нами? Конечно. Могу ли я остаться в вашем мире навсегда? Разве ты не будешь скучать за родными? Нет, по твоей родной сестре уж точно. Я просто чувствую, что мне здесь не место. Ты можешь что-то сделать? Ну, я могу попробовать стереть им память о тебе. Так пойдет? Да. Хорошо. Я жду тебя на месте нашей первой встречи в 10.00. Я буду там с друзьями, так что думаю, ты нас заметишь. Постараюсь. Это он? Да. Хорошо, тогда я открываю портал. Нам надо отойти, тогда портал появится. Не бойся, может быть легкое головокружение. Наша очередь. Ну, привет, маленькие негодники. Если честно, я не ожидала, что вы примените на мне магию, ведь это строго-настрого запрещено. За это могут исключить из школы, но я не буду этого делать. Но не рассчитывайте, что уйдете от ответственности. Думаю, наши уборщики не будут против отдыха на две недели. А также вас ждет дополнительное домашнее задание. Итак. Ваше наказание началось. Рада с тобой познакомиться. Скажешь мне свое имя? Меня зовут Алан. Хорошо, Алан. Подойди ко мне. Я попытаюсь что-то сделать. Получилось? Да, я благодарна тебе. Спасибо. Упс. Вот. Конец. Не, ну было бы круто, если бы еще продолжение было. Ну, типа, а там повседневная жизнь. Не, мне понравилось. Вообще классно. Вообще, вот, последняя серия, особенно, когда они уже встретились, такие, вау, вау, вау. Ладно, нет, вообще реально сериал классный. Мне понравилось вообще. Всем спасибо за просмотр этого видеоролика. Спасибо, что подписался на мой канал. Спасибо, что поставил лайк этому видео. Спасибо, что оставил свой комментарий. Спасибо, что посмотрел. Всем спасибо. Всем... А, нет. Спасибо, что ты есть. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok